Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Стампирис, Финляндии. Я направляюсь в самый бюджетный магазин в Финляндии продуктов питания. Это Lidl. И вот эти скидки сразу предлагаются у входа. 2,99 стоит вот этот шикарный холодный суп Каспачо. И раньше он стоил 2,29. Вот какие подорожания есть. Но опять же, всегда есть скидки. Вот про это я часто говорю. Народ, если вы с утра в Lidl приходите, все скидки 30% и 50% выкладываются с утра. Ну и, конечно, в Финляндии переклеивание этикеток невозможно. То есть сразу пишется вот такая желтая этикетка, сколько стоило и сколько стоит сейчас. И есть вот такие сезонные товары, которые продаются, например, вот это все для Фазент, и это продается сейчас. Зимой такого нет. Ну и у входа, вот будьте любезны, вкусняшки, наверное, которые остались непроданными. Ну и посмотрите, я смеюсь над собой, говорю, в прошлый раз это у меня зеленые помидоры, и многие написали, Оля, это не помидоры, это тыква. Вот курпица написана вот здесь. Да, я такое видела первый раз, но в жизни не знала, что вот такое есть, даже не знала, как эту курпицу есть, как эту тыкву есть, выкинули, как говорится, есть не стали. И когда я показываю цену за килограмм, я всегда призываю, нельзя хватать, даже если написано «Тарьёуш», все равно нужно смотреть цену за килограмм. Всегда дороже, чем меньше упаковка, тем больше цена, и неупакованные стоят всегда меньше. 4,69 стоит перчик. И посмотрите, кто-то уже до меня оторвал хвостик. Ну и многие думают, если покупаешь 30% скидкой хлеб, этим хлебом можно забивать сваи. Нет, вот, пожалуйста, 30% скидка хлеб, его еще можно продавать 3 дня. То есть, конечно, новые поступления поступают, поэтому все нужно быстро уценить и продать, чтобы освободить полку. Точно так же курица. Курица и свинина – самое дешевое мясо в Финляндии. И, например, 3,95 стоят вот эти ножки килограмм. Здесь они уже вот в таком соусе. Если соус вам не нравится, вы можете промыть холодной водой, никакая не проблема, и промокнуть бумажным полотенцем. Ну и, конечно, самая дорогая курица – это написано всегда «ринтофиле». Это филе грудка, и она без какого-то маринада. Ну и пирожные в Финляндии стоят, как крылу от самолета, 4,29. Два маленьких кусочка. Конечно, вкусняшки стоят дорого. И когда я говорю, что я делаю капустный салат сама, вот посмотрите, сколько здесь этой капусты, сколько здесь этой морковки. Ну да, здесь еще пакетик с подливкой. Ну, если вы за килограмм эту морковку посмотрите, килограмм стоит почти 9 евро, а килограмм моркови стоит евро, то есть в 9 раз больше цена. Вот берет магазин, если эту морковку порезали вот в такую розетку. Конечно, самому нужно делать. Получается гораздо дешевле. И мой муж делает шикарные бутерброды. Вот, пожалуйста, 3 евро стоит вот такой бутерброд из хлеба. Руй спала. То есть, конечно, всегда получается бюджетней, если сами вы можете взять кусок хлеба, намазать его маслом, положить сыр, колбасу, разрезать яичко, посолить, поперчить. Как говорится, вот будьте любезны. Ну, многие убегают так быстро, они не успевают делать бутерброды, и вот приходят покупать. И потом плачут, что денег не хватает на еду. Денег не хватает на еду. И когда посмотришь, что они едят, ну, понятно, почему не хватает. И где написано тарьош, это у нас отдел скидок. И здесь вот будьте любезны. И курочка, и мяско. Даже тем, которые готовить не умеют. Вот, пожалуйста, открыл, кинул в духовку. И еще написано, при какой температуре сколько держать. Ну, и в Лидоле, если вы покупаете вот такое, народ, помните, чек нужно хранить. Заводите папочку и смотрите, что вы покупаете. То есть всегда есть гарантия на год, на два и так далее. Ну, и сейчас были вот такие шорты. К сожалению, в нашем Лидоле они были раскуплены уже в четверг. Мы тусуемся во вторник. То есть, конечно, уже вот остатки сладкие. Я говорю, кей, ну, какие дешевые шорты. Тебе точно вот такие нужно. На лето будешь самой красивой в нашем спальном районе. И зеленая этикетка. Это скидки 50%. И про стройку продавать нельзя. То есть, если товар день в день, этикетка зеленая на 50% скидку. Ну, и вот про эти огурцы многие мне написали. Оля, большое спасибо, что ты посоветовала. Какие шикарные бочковые огурцы сварила рассольник. С удовольствием съели. Действительно, вот эти огурцы находка для шпиона. Я когда показываю шорт и говорю, что вот такие огурцы есть в Лидоле. Будьте, как говорится, любезны. Ну, и недели идут по кругу. Испанская неделя, французская неделя. И, например, если неделя кончается, вот эти куриные, как говорится, кусочки 30% скидка. Еще там подливки 4 штучки. Я вот такое тоже хочу купить. Конечно, 30% скидки. Это просто находка для шпиона. И помните, народ Лидол. Плюс приложение нужно включать перед тем, как вы входите в магазине. Там в магазин, там есть специальные вот, как говорится, скидки. И бонусы, которые вы тоже можете получить. И я смотрю, народ тусуется, конечно. Вот этот прилавок здесь всегда выкладываются скидки. Мы пришли в 10 часов, он уже пустой. То есть люди тоже хотят купить что-то со скидками. Ну, и 1 мая прошел. 1 мая и Пасху всю продают. Вот уже, будьте любезны, купите за дешево. Ну, и я своему говорю, ни в коем случае не вздумай чесаться этой расческой. Неизвестно, кто чесался до тебя. Еще какую-нибудь заразу принесешь нам домой. То есть чуть по руке ему не стукнуло. Говорю, пижамка, вот такую не хочешь? Очень миленького синего цвета. Он говорит, а вот такую с рыбками. Я говорю, ну хочешь, возьми с рыбками. И посмотрите, как люди одеты. Вот эта женщина, типичный представитель финской, хотела сказать, молодежи. Да, народ не наряжается. Не то, что нужно помыть голову, накрасить губы, блеском расчесать волосы, одеть чистые подштаники. Нет, вот как встали, нацепили что-то и пошли шопиться. То есть, когда я говорю, что я в Лидоле самая красивая, многие написали, ой, ну вы юмористка. Не, народ, я не юмористка. Да, бывает иногда, что действительно самая красивая. И вот эти красные этикетки тоже я всегда прохожу. Вот, например, здесь все для такой азиатской еды и с большущими скидками. Будьте, как говорится, любезны, купите. И вот такой сок я купила в прошлый раз. Манго выпили, второй еще стоит. Ну и все для барбекю. Вот так показываю общим планом. То есть, конечно, скидочки нам всегда в помощь. И посмотрите, народ, что нашла я. Вот такие вкусняшки. Калинка, минус 30%. Это как птичье молоко, мне кажется. Мне хочется вот эту упаковку купить. А здесь у нас конфетки Гейша с 30% скидкой. Но боржоми подорожало. Пейте вы сами за 2,25. Вот эту маленькую бутылочку боржоми, конечно, очень дорого, я считаю. Ну, опять же, это мнение мое. Если кто-то скажет, да ну, Оль, бросьте вы, ну, 2 евро стоит. Ничего, как говорится, страшного. И много раз вот такое остается. Финны такое варенье не покупают. Они не знают, что это. И точно так же сгущенное молоко. Вот это у нас сгущенное молоко. Стоит оно евро 99. Я один раз угощала сгущенным молоком с блинами. Финнам очень понравилось. Мне пришлось банку тестовать из мусорки, чтобы показать, как выглядит банка. Люди в жизни сгущенного молока не ели и не знали, что вот такая вкуснятина продается в Лидоле за 2 еврика. Ну, и помните, как из этого фильма Ларису Ивановну хочу. Вот тут точно так же это долма. Я обожаю долму. Сама ее делать не умею. 2,29 стоит банка. Мне хватает на 2, как говорится, за хода. Вот я ем долму. Мне безумно нравится. Ну, и когда мы отдыхаем в Турции, конечно, я наслаждаюсь. Но многие финны не знают, что такое долма. Никогда не пробовали и вряд ли будут пробовать. У них есть свои деликатесы. Ну, и сейчас все для Пасхи с большими скидками. Если вот действительно какие-то украшения хотите вы купить, будьте, как говорится, любезны. Да, Лидл, конечно, такой магазин. Здесь нужно целеустремленно обходить полка, вторая, третья, четвертая, пятая. И вот, как говорится, что вы нашли. Не так, что мы пришли и ничего не купили. Мы ничего не нашли. Ну, это дело у нас для собачек и для кошечек. И дальше идут дети. И посмотрите, народ, вот эти пакетики за 2 евро, дай боже, что нам не гоже. Их всегда выставляют за кассой. И вот, посмотрите, эти пакеты стоят. Финны проходят мимо морду кирпичом. Им они не нужны. Они считают, что они ходят на работу, у них есть зарплата. Они купят, что нужно им. И если вы еще не включили, вот Lidl плюс приложение можно включить вот здесь. И эти пакеты всегда стоят за кассой. Вот, пожалуйста, никакой очереди за этими пакетами нет. И дают один пакет в руки. Что же купили мы? Мы купили шланг. Кею хотел вот такой шланг. Ему нужно на улицу. Я тоже всегда смотрю, есть ли что-то вот такое нам для дома. 9,99 этот шланг стоил. Ну, недорого, недорого. В обыкновенном магазине стоит почти 40 евро. Вот, как говорится, такое. Такого ведра нам не досталось. Спросили у продавца. Это для воды. Собирать дождевую воду. Сказал, что утром уже народ раскупил. То есть нам не хватило. Ну, а если пойти в обыкновенный магазин, такое ведро стоит почти 40 евро. То есть 39,95 стоит в кораута. Ну, конечно, видите, без дождевой воды придется нам жить. Ну, и вот эти шорты, конечно, просто кшик, блеск, красота. Черные, зеленые, бежевые. 5,99. Претензий к качеству нету. Ну, и у кеюшки размер L. Я говорю, конечно, черные бы лучше всего. Зеленые мне не понравились. Но светлые тебе точно нельзя. Ты все время капаешь на себя, что ешь. Ну, вот зеленые. Хоть мне не нравится. Но он сказал, что будет носить зеленые, в принципе, неплохие. Да, такие шорты и по дому ходить и лежать на диване. И если даже куда-то в Lidl, тоже в этих шортах можно. Ничего, никакая не проблема. Ну, и в Lidl теперь вот этот чек шикарный. Все скидки выносятся наверх. Если вы выходите и что-то хотите посмотреть, все ли вам правильно посчитали. 53 евро 68 центов. И Lidl плюс приложение было у меня. Ну, и вот эти шоколадные конфетки, типа, наверное, птичьего молока. Я тоже эту упаковку купила. Ну, и не могла пройти мимо вот этого пакетика за 2 евро. Вы же знаете, что я всегда вот такая тарьошхаука, как говорят финны. Ну, и что у нас за 2 евро в этот раз? Ну, Пурьо меня немножко разочаровал. Вот эту попку нужно отрезать. И сверху вот это нужно отрезать. Да, я его помою, разрежу и положу в розеточку. Для салата пойдет самое то. Так, здесь у нас персилия. Ну, персилия претензий нету. Видно их, знаете, как говорится, в субботу-воскресенье не забыли полить. Поэтому, видишь, так немножко, как говорится, обяло это персилия. Ну, ничего страшного съедим. Картоха вообще шикарная. Финская картошка. В картошке претензий нету. И это у нас иля эсперона. То есть из нее можно пожарить, можно сварить суп. Все, что вы хотите. Ну, я взяла вот из-за этих помидор. Здесь этих помидор 600 грамм. И я поняла, почему они кинуты были за 2 евро в коробочку. Вот верхняя помидорка мятая. Ну, знаете, это люди вот такие. Они приходят и своими этими пальцами все пытаются помять, 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 помять. Вот, как говорится, поэтому вот такое. Так, яблоки 3 штуки. И здесь вот, наверное, кто-то кусил. Кто-то кусил. Ну, это я шучу. Ну, вот за 2 евро я купила этот пакет. И многие проходили мимо, смотрели. Ну, стоят эти пакеты, как говорится, и стоят. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля. Икею из Тампыри, из Финляндии. И вот из такого самого бюджетного магазина Lidl. Я радуюсь, когда нам с Кеушкой удается что-то бюджетно купить. Не хворайте. Всем физкульт-привет.